Следующий узел — это близнецы, дева, третий или шестой дом, любой из узлов абсолютно, либо узел в одном знаке с Меркурием или с Прозерпиной. Если у вас узел в шестом, в третьем, любой из них, в деве, в близнецах, либо в одном знаке с Прозерпиной и Меркурием, то смысл вашей жизни в мышлении. То есть вы как бы мыслитель, вы мыслитель, который вопрошает, как раз как я, задаёт вопросы этой вселенной. И смысл жизни находят в том, чтобы рассказать это другим, быть посредником между людьми и какими-то ответами на вопросы. Быть человеком, который разжёвывает, объясняет, проводит, рассказывает, передаёт дальше, распространяет. Смысл жизни может быть очень хороший в дороге. Смысл жизни в том, чтобы куда-то ездить, что-то куда-то ездить, узнавать новое, опять же, рассказывать, передавать там, получать тут. Смысл жизни может быть вот в этом дороге, в средствах езды, в транспорте. Смысл жизни может быть ваша машина, но учтите, ну, я не знаю людей, которые настолько деградированы, что они привязаны к своему старенькому москвичу. Если вы привяжетесь к своей любимой машинке, дадите ей имя, будете такие, о боже, о боже, у меня машинка, я так боюсь её поцарапать. Вот, стопудово, вот, как раз на затмении вы въедете куда-нибудь и лишитесь этой машинки к хренам. Вот, поэтому конкретной машинке привязываться не стоит. А вот смысл жизни, как у Генри Форда, делать, ну, как бы, людей обеспечивать транспортом, вот это хороший смысл жизни. Или, допустим, как-то поддерживать в целом логистику в мире, да. Или, допустим, ну, как бы смысл жизни в конкретном животном с таким узлом очень плохая идея, как мы сказали, да. Если вы привязаны к своему котику, собачке, завтра, послезавтра, не дай бог, что-то с ним, и он покорчится и умрёт. Вы знаете, что происходит с моей собакой, если я начинаю вдруг её слишком часто тискать, слишком часто с ней проводить время и так далее. Она, и я боюсь её потерять, то она убегает, то есть она реально убегает, прямо на следующий день же. Вот, или она начинает дёргнуть, ну, у неё эпилепсия, потому что у всех шпицев у них есть склонность к эпилепсии. Он начинает как раз, у него начинается приступ буквально через... То есть как раз, ну, где-то раз в полтора года это случается, как бы намекая на то, что жизнь моей собаки конечная, и привязываться к ней плохая идея. Вот, и я прекрасно это знаю, в принципе, люблю животных всех. То есть если... и я прекрасно... я уже знаю, что какую собаку я заведу после того, как, к сожалению, уйдёт моя любимая... мой любимый Фаня, да. То есть как бы это ужасно не звучало, но это так, потому что мне любая новая собака при... новый смысл в мою жизнь вполне привнесёт. И от того, что она умрёт, я... я, конечно, погрущу, это будет очень печально, но я не буду просто вот взрываться, да, эмоционально. Если я буду взрываться эмоционально, это может очень плохо кончиться. Вот, то же самое... то есть подумайте о том, какое следующее животное вы заведёте, если умрёт ваша любимая собака, кошка, попугай и кто угодно. Подумайте об этом. Вот. И также вообще смысл жизни можно сделать животных в плане... Ну, опять же, если у вас есть кармические задачи перед животными, это станет вашей профессией, возможно, и вы в целом будете спасать животных. Только, опять же, не надо привязываться к образу типа я этот, как его, ветеринар великий. Нет. Ветеринаром вы сразу после этого быть... ну, не сразу после этого, а на каком-нибудь очередном цикле перестанете, вас уволят. Поэтому надо просто сделать смыслом жизни спасение, допустим, животных, неважно каким образом. Будучи ветеринаром, будучи волонтёром, то есть если вас уволили или вы не смогли продолжать профессию ветеринарии, вы можете пойти просто приютить, приютом заняться. Да, то есть в смысле животное не закончится. Закончится может ваше звание. Вот. И, соответственно, смысл жизни ваш, да, он может заключаться в том, чтобы, ну, например, то есть транспорт, да, поездки, путешествия. Ну, путешествия, вот это самое классное, потому что это никогда не надоест, и это никогда не кончится. С такими узлами это реально работает. Также вашим смыслом жизни может быть брат или сестра. Ну, брат или сестра, это прекрасно. Имеется вот привязанность к брату или сестре, это здорово. Ну, потому что если... Но тут проблема в другом, что если что, вашего брата или сестру могут у вас отобрать. То есть как отобрать? Вы поссоритесь как раз в этих точках, да, затменных и так далее. Либо отобрать, не дай бог, он умрёт, да. И что вы тогда будете делать? То есть, но если пока ваш брат жив, в случае каких-то неприятностей можно идти к брату и сестре, да, и находить у них эту поддержку, и спрашивать, а зачем мне дальше жить? Моя собака умерла. А он вам скажет, ну, давай я тебя поддержу и найду тебе помощь. Ну, лучше противоположно. Вообще, если вы, например, вот с таким узлом умерло ваше любимое животное, то смысл жизни по противоположному узлу, по узлу, который там в стрельце, рыбах, в двенадцатом или в девятом доме, будет как раз-таки в том, чтобы, ну, не знаю, пойти в эзотерику, например, с этой всей историей, да, и разобраться, почему, зачем он умер. То есть, найти какой-то смысл в его смерти для себя, да, о боже, у меня умерла любимая собака, почему она меня оставила. Или, например, пойти и защищать экологию, да, в целом, тоже это про рыбу, про противоположный узел. Либо пойти и, не знаю, ну, смысл жизни найти, вот умерла собачка, купить рыбок, рыбки, рыбки – это очень хорошая альтернатива собачке. Ну, то есть, я имею в виду, что как раз я, например, для баланса купила и рыбок, и собачку, чтобы ни к чему не привязать, чтобы не привязываться ни к тому, ни к другому, да, потому что у меня как раз узлы на этой оси. И я как бы у меня, если что, у меня умерли рыбки, ну, прекрасно, у меня есть собачка. У меня, кстати, рыбок, вон, все, мы купили двенадцать штук, вон, одна осталась просто, уборщица убила рыбок, ну, то есть, отключила их, ну, и ничего, у меня ещё есть собачка. Вот, то есть, я имею в виду, что, ну, рыбке не так жалко, как собачка, конечно. Понимаете, люди, которые, наверное, чуть-чуть, ну, они менее эмпатичные, когда вы менее эмпатичны, это вас спасает. Вот я совсем не эмпат, к сожалению, или к счастью для себя, потому что, ну, я могу это как-то вот отпускать. И советую вам тоже где-то научиться быть чуть-чуть более, в плане этого, более такими приземлёнными, а наоборот, немножко как бы оторванными. Вот. И, соответственно, да, вы знаете, когда Тея рождалась, как раз что-то произошло с моим мужем странное. Мы, у нас была собака Фаня, да, наш Фаня, и я была беременна. И в затмение, именно в затмение, понимаете, в этот день, да, на узлах, муж говорит, поехали, значит, за рыбками. Ну, и я тоже хотела рыбок, будучи беременной Теей, а у Теи как раз узлы на оси близнецы Стрелец, то есть как раз тоже Меркуриан и Нептунианский. У нас есть собачка, пошли за рыбками, и он такой, а давай ещё попугая купим. Вот давай, ну, вот просто ударила, говорит, надо попугая, всё. Я говорю, зачем? Ну, если я умру, представляете, человек вот именно в затмении думает о смерти, потому что силы зла начинают работать, открывается этот портал на ту сторону. Вот, и он такой, вот если я умру, он будет говорить моим голосом и говорить с моей дочкой, да, то есть продолжать для неё какой-то смысл жизни, потому что у неё как раз узлы в этом положении. Представляете, какая причинно-следственная связь? Но мы это не осознаём, у нас это происходит на автомате, мы как бы не отслеживаем, у нас пока мозг ещё не настолько развит, чтобы допереть в этот момент, что это вот это и вот это. Вот, так что, нет, он у нас вот появился как раз, да, это что-то ударило затмение в голову, как говорится, да, то есть как найти ещё один смысл. И, понимаете, мой муж никогда не был философом или мыслителем слишком таким глубоким, поэтому он просто это произнёс, и я сейчас понимаю, он с чем вот сейчас, разговаривая с вами, до меня доходит в этом, в рамках того, что мы обсуждаем. Ну и, соответственно, далее смысл жизни находится и вот в этих интересных меркурианских делах. Лично для меня я всегда думаю, что я буду делать, если я перестану соображать, потому что Меркурия — это мысли. Что, если больше никаких инсайтов? Что, если я больше не смогу говорить? И я как-то на свадьбе потеряла голос. Боже, это был такой кошмар. Именно на свадьбе потерять голос. Тогда, кажется, был какой-то то ли остаточный коридор от коридора затмения, то ли ещё что-то. И я думаю, блин, вот это жопа, потерять голос. И, а, меня ещё там наказал Сатурн, очень сильно наказал в этот момент, там прилетело за неё. У меня как раз, как раз кармические долги идут через Меркурий и узел в меркурианском знаке. И вот я... Мне надо писать, мне надо говорить, мне надо рассказывать, мне надо мыслить, мне надо вопрошать, да? И вот это мой смысл жизни. Я всю жизнь... 18 лет я начала вести дневники. Зачем, ты думаешь, да? Почему ты начал вести дневники и набил себе кошечку на теле, как бы... Всё это связано с узлом. И вот это был... Я нашла для себя в этом смысл жизни — вести дневник и делиться своими впечатлениями с другими людьми. Этого у меня никто не отберёт, но, по крайней мере, до той поры, пока не отберут возможность мыслить, пока я не лишусь мозгов, пока у меня не начнётся старческая деменция. Тогда в чём я найду смысл? Я не могу себе пока ответить на этот вопрос, я не знаю. То есть до той поры, пока я смогу что-то написать и передать, и рассказать, неважно что, я буду видеть смысл, да, в своём существовании. Как только я лишусь этой возможности, я не знаю, что будет дальше. И мне страшно, если честно. То есть вот просто представить себе этот момент. Я держусь за это. Но за это можно держаться, потому что это действительно, ну, что-то такое, что сложно отобрать. Только если вы реально станете нездоровы уже от старости, да? То есть если вы реально потеряете здоровье, мозги и так далее. Опять же, у меня есть такая дурацкая затея, я всегда, ну, как с таким узлом меркурианским, я плоду, плодю в соцсети. Я очень много соцсетей новых, разных придумываю, да. Ну, то есть я, например, в Инстаграме веду соцсеть и в Телеграме начала вести. А потом ещё начну в каком-нибудь ТикТоке. А почему? Потому что я думаю, а если вот одну соцсеть забанят, ну, какое-то моё бессознательное работает, то я потеряю все свои статьи, все свои, поэтому я дублирую их везде, да? То есть, а если интернет отключат? Ну, то есть примерно так, да? И вот если отключат интернет, или если что-то такое случится, то, вы знаете, новый смысл должен у вас быть по противоположному узлу, по-северному, и рыбы, стрелец, смысл в молчании, найти смысл в молчании, найти смысл в тишине, найти смысл в темноте, найти смысл в созерцании, опять же, звёзд каких-нибудь, да, в том, чтобы слушать, в том, чтобы читать, в том, чтобы читать. Кстати, очень многие почему-то думают, что третий-шестидомники — это читатели, ни хрена, это писатели и разговорители. А вот читать, слушать — это как раз к девяти-двенадцатидомникам, ну, там, рыбам, стрельцам, вот эти там читают, слушают. Вот, то есть, понимаете, надо найти смысл не в том, чтобы передавать информацию, а в том, чтобы её научиться получать. И для меня это так сложно. Я вообще, ну, совершенно не умею концентрировать внимание, чтобы получать информацию. Я умею её только вот из потока откуда-то принимать и сразу передавать дальше. И для меня это смысл жизни. То есть, у меня, конечно, работают и рыбы в этот момент, как поток, да, и, соответственно, и приёмник там какой-то, но вот если у меня это всё отключат, что я буду делать? И, соответственно, я каждый раз искала вот эти вещи. Наверное, правильно вы говорите, что тогда уже будет по барабану, потому что это обычно называется старческая деменция. Когда это происходит, тебе уже ничего не нужно. Но я надеюсь, что в ясной памяти и каком-то уме дожить всё-таки, да, возможности. В общем, не привязываться и, наверное, чередовать. То есть, я вам тоже советую, если у вас такие узлы, не только рассказывать, говорить, объяснять и так далее, передавать информацию, но и периодически и читать, и слушать, и прислушиваться к авторитетам, да, и не только самому что-то тара-та-та, но и обязательно и что-то воспринимать. То есть, быть на воспринимающей стороне периодически, но при этом не привязываться к кумирам, то есть по обратному узлу, да, не привязываться к каким-то... не создавать себе культ личности, что я читаю только одного автора, или я слушаю только одного учителя, или я слушаю только один YouTube-канал. Нет, надо менять. Надо менять интересы, приоритеты и, опять же, менять вот это вот выдача и приём. Выдача, приём. И то, и то должно быть в вашей жизни, чтобы ничто не простаивало в каком-то таком, да. Соответственно, да, я вот не умею, я не люблю слушать музыку вообще, представляете? Вот я настолько плотно завязалась на своём этом, что мне совершенно не заходит музыка. Я могу её только показать. То есть я ставлю музыку только с целью, чтобы другие послушали, а не потому что мне её приятно или интересно слушать. Вот и получается, что надо на самом деле учиться и слушать музыку тоже. И не только выдавать, передавать. И то же самое с любым, да. Вот если вы, например, с таким узлом исполнитель, да, например, вы музыкант, вы играете музыку, научитесь не только играть, но и слушать других музыкантов, да. Вот. Поэтому, а если вы только слушаете с таким узлом, научитесь и играть, научитесь и передавать. Если вы только читаете с таким узлом, Научитесь и делиться той информацией, которая у вас есть. Ну, то есть, опять же, вот этот момент чередования надо преследовать. Купите не только собачку, но и рыбок. Вот, в принципе, то есть не давайте повода силам зла отбирать у вас, ну, они не смогут отобрать оба колеса, это фактически невозможно. Вот, поэтому нужно научиться искать какие-то поводы для себя, продолжать. Что еще с этим узлом? Ну, наверное, это все. Ну, брат-сестры мы сказали, да, что поддержки можно у них найти, но есть же еще другие. Кстати, вот оппозиционное, знаете, что брату-сестре по гороскопу? Крестное-крестное, крестное-крестное. Священник и так далее. Если с братом так получилось или с сестрой, что вас судьба разлучила, а вы были к нему очень привязаны с таким узлом, я советую идти напрямую к проповеднику, священнику или вашему крестному-крестной. С такими узлами как раз иметь крестного очень важно, потому что это тот поддерж... И важно выбирать его правильно для своего ребенка с такими узлами. Потому что это тот пункт поддержки, который в случае, если, не дай бог, один узел отвяжется, он вас как бы ни в коем случае не должен предать. Не дай бог, вы теряете брата и сестру, вы идете к своему крестному и как бы находите в этом у него успокоение. То есть он находит для вас смысл жизни. Причем не то, чтобы он какой-то умный должен быть или что-то, ему бессознательное передаст для вас силы добра, передадут ему вам смысл. Или вы идете в церковь, встречаете батюшку и спрашиваете, вот у меня брат умер, в чем смысл жизни? И вот он вам, собственно, должен ответить. Причем это не он будет отвечать, это бессознательное за него будет говорить. Как раз вот на этих коридорах, возвратах, противофазах и так далее. Соответственно, нужно менять какие-то ситуации. Да, вот как раз хорошие примеры Ксения пишут. Теперь я поняла, почему у меня периоды меняются. То слушаю музыку, то полная тишина, то читаю, то прекращаю. И у меня то же самое. Но у меня что-то иногда прям какой-то крен идет, и я прям не могу себя заставить выйти из него. Вот надо этот самолет поднимать усилием воли, да, и заставлять делать и то, и то. Потому что с двумя крыльями еще долететь реально. Вот, соответственно, далее. Второй, ну, еще один момент. Это, ну, вы можете найти смысл. Так, ну, с путешествиями мы разобрались, с транспортом вроде тоже, с животными. Документы, ну, в документах вряд ли кто-то найдет какой-то смысл, наверное, нет. Передача информации или посреднической роли мы сказали. В том, чтобы рассказывать тайны и, наоборот, не рассказывать, рассказывать нельзя никакие тайны. Вот, это как раз вот, ну, опять же, чередование. Умение иногда рассказывать секреты, а иногда хоронить молчание и не рассказывать. Уметь находить и в этом смысл, да, чтобы не распространяться. То есть найти для себя интерес и мотивацию не делать этого. Это тоже чередование. Так, ну, что еще? Ну, для меня, например, это тайна клиента. Потому что я занимаюсь тоже и консультированием, ну, чисто вот, так, не по настроению, а ради как раз вот режима, но с такими старыми клиентами. И вот их тайны для меня закон, там, допустим, а в других, а вот в своей жизни я могу рассказать все, что угодно, да, это такое тоже чередование идет. Ну, в принципе, вот, получение разных гражданств. Ну, тоже вариант, да, разные миграции. Но, опять же, не просто с концами, а так, что вот вы должны понимать, что если вы мигрировали, то если вдруг так получится, что вам надо будет менять страну или что-то еще, ну, как бы так получится, что вот вас что-то выбьет, то вы не будете переживать. Ну, если один раз у вас эмиграцию отобрали, вот у меня так и было. Я привязалась к одной стране, в которой мы переехали. Ну, это уже даже скорее по противоположному узлу я уже начала рассказывать, да, по узлу в Стрельце, в Рыбах, в 12-м, в 9-м доме, в одном знаке с Юпитером или с Нептуном. Давайте сразу про него, то есть, чтобы ось держать, да.